Омские студенты, ученые-волонтеры окольцевали птенцов чайки-хохотуньи. Так, специалисты устанавливают пути миграции пернат. Хакция прошла в природном парке Птичья гавань. Ее приурочили ко дню эколога. Елизавета Василевич подробнее. Этим птенцам чайки-хохотуньи чуть больше недели от роду. Самое время, чтобы раздать им паспорта, говорят ученые. Так они называют кольца, при помощи которых маркируют птиц. На кольцах указана Москва, центр кольцевания и сообщи. То есть обязательно по электронной почте сейчас очень легко. Есть такая организация Евроринг. На этой организации Евроринг есть все электронные адреса всех стран мира. И вот это кольцо является российским паспортом прижизненной птицы на всю жизнь. А цветное кольцо это является ее загранпаспортом. Правда, по словам экспертов, для желтых, то есть заграничных колец, эти птенцы-чаек еще пока слишком малы. Конструкции спадывают слаб. Их будут закреплять только через пару недель, когда малыши подрастут. Кольцуют птиц в местах их гнездования. Мы можем отследить, в какие страны чайка улетает, то есть перезимовать. Мы смотрим, откуда эта чайка полетела, где она могла, допустим, заразиться какой-то болезнью. И тем самым мы ищем, ну, это помогает, чтобы излечить их и помочь виду. Нередко омских чаек можно увидеть на берегах Каспийского и Северного морей. Там они вплоть до марта, потом снова возвращаются обратно. Однажды омская чайка преодолела больше 4,5 тысяч километров и оказалась в Индии, на берегу Аравийского моря. В прошлом году мы узнали, что позапрошлогодняя чайка, которую окольцевали в 15-м году, вот 16-ю, ее нашли у острова Гуа. Поэтому нам официально из центра кольцевания прислали эту информацию. Это как уже факт, что наши чайки зимуют на Гуа. Впрочем, окольцовывать птенцов нужно аккуратно, говорят специалисты. Взрослые чайки могут быть агрессивными, если почувствуют угрозу для своего потомства. Так, рассказывают ученые, птица однажды рассекла голову одному из студентов. Чтобы защититься, желательно надеть головной убор. Тогда процесс кольцевания будет не только интересным, но и безопасным. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.